Мы сегодня хотели донести информацию по поводу итогов проведения проверки организации питания в школе номер один. Проверка проводилась Управлением образования с 27 сентября 2021 года по 4 октября. Вчера, получив определенные документы, мы подвели итоги проверки. Основанием для проверки явился факт обращения в скорую медицинскую помощь 24 сентября семье обучающихся второй смены школы номер один. В ходе проверки проводили собеседование с администрацией образовательной организации, классными руководителями, представителями родительской общественности, которые работали у нас в составе комиссии. Помимо этого, было посещено непосредственно само помещение пищеблока. Это непосредственно помещение для приготовления пищи, складское помещение, помещение для приема пищи обучающимися. Отмечено, что в помещении чисто проводится необходимая своевременная обработка контактных поверхностей. Режим работы согласован с администрацией образовательной организации. В помещении для хранения продуктов продукты хранятся в соответствии с необходимыми санитарными требованиями. Организацию питания по договору в школе номер один организует муниципальное унитарное предприятие комбинат школьного питания. Работает на протяжении достаточно долгого промежутка времени. По той причине, что складское помещение является приспособленным помещением, организатор питания, комбинат школьного питания привозит продукты в небольшом количестве. В основном это продукты, но с точки зрения хранения в складском помещении это крупы, овощи. Помимо этого, столовая работая на полуфабрикатах, привозится необходимая сырая продукция накануне для приготовления пищи, в том числе мясная продукция. Ведется журнал бракиража готовой продукции. В состав бракиражной комиссии входят представители комбината школьного питания, то есть это конкретно старший шеф-повар, медицинский работник и представитель образовательной организации. 24 сентября бракираж был проведен в соответствии с требованиями. Продукты ежедневного меню, включенные в состав бракиража, все получили удовлетворительные, хорошие и отличные оценки продукции. Все члены комиссии приняли участие в пробах и расписались в бракираже этой продукции. Суточные пробы также все хранятся и хранились за 24 число в соответствии с требованиями в специально отведенном холодильнике для суточных проб. В ходе проверки нами было рекомендовано организатору питания, комбинату школьного питания, поскольку мы, естественно, выявить причины произошедшего не смогли, направить суточные пробы в Федеральное государственное учреждение Центра гигиены и эпидемиологии на проведение лабораторных исследований. Помимо этого, руководителю комбината школьного питания было рекомендовано отстранить работников от работы в данный момент в этой образовательной организации. И конкретно уже в понедельник, 27 сентября, работали представители других образовательных организаций, переведенные на этот период в этот пищеблок, имеющие все необходимые допуски, санитарные книжки и другие необходимые документы. В отношении трех работников, которые ранее работали в пятницу, было рекомендовано провести дополнительное обследование состояния здоровья этих работников на наличие норо-ротовирусной инфекции. Обсуждали ситуацию мы с администрацией образовательной организации. Конкретно было рекомендовано усилить разрывы между приемами пищи обучающимися для того, чтобы можно было проводить более тщательную обработку контактных проверкностей помещения пищеблока и усилить режим мытья посуды конкретно между приемами пищи обучающихся.